Блюдо сочное, питательное и очень вкусное, и готовится просто. Фасоль по своей структуре хорошо гармонирует с курицей, блюдо вполне самодостаточное, но можно подать и с любым гарниром. Приготовить фасоль с курицей можно с любыми овощами, вы можете смело что-то поменять или наоборот дополнить, Вместо томатной пасты можно взять свежие или консервированные помидоры, уместно будет добавить болгарский перец, капусту или любые другие сезонные овощи. Блюдо может быть самостоятельным, а можно его подавать с гарниром. Очень вкусно курица с фасолью сочетается с отварным картофелем, рисом, макаронами и практически с любыми кашами, что делает этот рецепт универсальным. Готовить блюдо достаточно быстро и просто, оно отлично подходит для обеда и ужина. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все ингредиенты. Фасоль заранее промойте и замочите на несколько часов, я замачиваю на ночь. Затем отварите фасоль до готовности в подсоленной воде. В сковороде разогрейте масло, выложите тертую морковь и нарезанный кубиками лук. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте нарезанную кусочками куриную грудку, измельченный чеснок, соли и специи по вкусу. Жарьте все вместе периодически помешивая, пока мясо не побелеет. Затем добавьте фасоль. Перемешайте, разведите в воде томатную пасту, количество водой, зависит от желаемой густоты подливки. Добавьте к остальным ингредиентам, перемешайте, отрегулируйте на соль, добавьте лаврушку, накройте крышкой и на небольшом огне тушите все вместе около 15 минут. Фасоль с курицей готова, по желанию посыпьте блюдо свежей зеленью, приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте! Обещанный список ингредиентов Куриная грудка, 1 штука Фасоль, 150 грамм, у меня красная Вода, 1,5-2 столовые ложки Лук, 1 штука Морковь, 1 штука Чеснок, 2-3 зубчиков Растительное масло, 50 мл Томатная паста, 1-2 столовые ложек Лавровый лист, 2 штуки Соль, по вкусу Специи, по вкусу Количество порций, 4-6 Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте Всем добра, заходите еще! Редактор субтитров А.Семкин